Этот котел рассчитан на 2 тонны. За несколько часов здесь перерабатывают около 10 тонн молока при температуре порядка 80 градусов. Так делают кефир и курут. Технологи строго следят за соблюдением технологий, чтобы качество напитка было на высоте. Готовый разливают в пластиковую тару. Ежедневно на этом заводе производят около 10 тонн национальных напитков. На производстве заняты пока порядка 10 человек, которые рады. Работа несложная, зарплата хорошая, зависит от нормы выработки. А в летний сезон, когда спрос на напитки растет, растет и выручка. Мы договорились с местными жителями. Они сдают нам молоко чуть ли не прямо с пастбищ. На нашу продукцию сейчас большой спрос, поэтому производство работает практически безостановочно. Производят на этой фабрике не только напитки из молока, но и фруктовые соки, яблочный и абрикосовый. Запустили линию и по производству сметаны, творога и сыра. В перспективах дальнейшее расширение. Я попросил землю под дополнительные цеха. Надеюсь, что все получится. После выхода указа президента о поддержке предпринимателей, проблемы, которые не удавалось решить, стали решаться. Я также рассматриваю возможность увеличения рабочих мест. Но для этого необходима государственная поддержка для расширения производства. В Карасуйском районе свое производство готовы начать десятки фермеров. Многие уже открыли нечто подобное в сельском округе Мады. Речь идет о достаточно крупных проектах. У нас много предложений для предпринимателей по открытию бизнеса. Сейчас, когда в районе идет трансформационная работа, мы готовы решать эти вопросы и оказывать поддержку. Продукция местного производства сегодня идет на ближайшие рынки. Так, Курут производят на основе договора с жителями о лайку. По словам производителей, также рассматривается вопрос об экспорте за границу в ближайшее время. Юлия Яценко, Айджанул Турдумаматова, Уран, Алишев, ЛТР, Орская область.